Сегодня мы поговорим об очень важной составляющей игры Total War Arena, а именно об оружии, и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Какое оружие доступно в игре? У нас есть много разных типов оружия, которые можно разделить на несколько категорий. Есть пешие мечники, разные типы конницы, конница с копьями, конница с мечами, есть новые отряды боевых псов, появившиеся в игре вместе с Боудикой. К слову, отличное оружие. Спасибо. Полуавтономный комплекс вооружений, вот что это. Первый беспилотник. Отличное сравнение. Кроме этого, конечно же, среди отрядов дальнего боя у нас есть прачники, лучники и метатели дротиков. Все они выполняют разные функции, но на данный момент это наша основа. С появлением новых функций, а иногда и новых полководцев, появляются и новые типы оружия. Вообще, тип оружия является основным фактором, определяющим отряд и его игровую стратегию. Например, у всех мечников есть много общего. И несмотря на некоторые отличия римских мечей от мечей-варваров, это всё-таки отряды мечников. Именно это в первую очередь определяет вашу стратегию игры этими отрядами. Или, например, копья. У них другой стиль игры. Ну и так далее. В связи с этим возникает такой вопрос. Хорошо, у нас есть отряд мечников. Есть ли разделение между кинжалами, короткими мечами, длинными мечами, двуручными мечами? У всех отрядов одинаковые мечи? Или в Total War Arena вы используете исторически достоверные мечи? Как мечи отличаются друг от друга? Я бы сказал, у нас есть два основных типа мечей в игре. Есть стандартные мечи, и их отличия по длине или материалу, из которого они сделаны, бронза или железо, никак не влияют на геймплей. Но есть отличия по форме. Например, варвары могут брать воинов с фальксами. Фалькс — тип мечей, который изготавливался в древней Дакии и Фракии, нынешней Румынии и Болгарии. Это был очень необычный изогнутый меч, который они с большим успехом использовали против римлян. Главным образом, из-за его эффективности против римских щитов. В игре использование этого оружия отличается от обычных мечей. Фальксы просто игнорируют щиты противника. У воинов с фальксами были длинные одной двуручные мечи. Мы остановились на более поздней двуручной версии. Эти мечи были заточены с внутренней стороны изгиба и напоминали серп. Конечно, они не были такими изогнутыми, как сам серп, но тем не менее. Считалось, что ударом фалькса, если приложить значительное усилие и применить весь свой вес, можно было расщепить щит пополам. Ничего себе. И это есть в игре? Да, фальксы есть в игре. Я имею в виду возможность разбить щиты. Но они игнорируют щиты. Мы стараемся брать исторические факты и ищем возможность отразить их в геймплее. Вы говорили, что в игре бронзовые мечи противопоставляются железным, но нет никаких отличительных особенностей. Мы получили такой вопрос от игроков. Железо лучше бронзы, так почему это не дает преимущества в игре? Бронза — это сплав меди и олова, тогда как железо — это только железо. Таким образом, железо превосходит бронзу с экономической точки зрения, так как его было гораздо легче добыть и затем превратить в железные мечи, тогда как для бронзы нужно было олова, нужна была медь. Греки действительно умели работать с бронзой, закаливать и затачивать свои мечи, создавая отличное оружие. Так что я думаю, железо и бронза имеют примерно равные преимущества. Железо больше подходило для брони, так как оно гнулось, а не разлеталось на осколки. Поэтому, например, римские отряды начинают с совсем простых доспехов. Потом идет ларика хамата, которую могли делать из железа или бронзы. Со временем они оттачивают свое мастерство. Появляется сталь, а с ней и улучшенные римские доспехи, состоящие из стальных пластин. И это заметно сказывается на их защитных свойствах на более высоких уровнях. Но изначально я не считаю справедливым утверждать, что железо превосходит бронзу. Бронза определенно имела свое уникальное место в древнем мире. Технологию ее сплава было непросто освоить, но это не значит, что она была не нужна. Думаю, справедливо будет отметить, что ничто не помешает хорошему воину с бронзовым мечом вас убить, если у вас есть железный меч, но вы не умеете им пользоваться. Говоря об оружии и противопоставлении бронзы железу, в качестве похожего сравнения вспоминается еще одно оружие. Проща. У многих возник бы вопрос, зачем использовать пращу, если можно взять лук? А вот это интересный вопрос. В игре пращики имеют большую дальность стрельбы, чем лучники, но у них меньшая скорострельность и меньший пробивающий урон. Ведь ее снаряды — это, по сути, маленькие камни. Лук, с другой стороны, быстрее стреляет и лучше пробивает броню, и все же он не сравнится с дротиками, которые, несмотря на небольшую дальность, превосходно пробивают доспехи. Поэтому, если вы хотите одолеть хорошо защищенный отряд, используйте дротики. Дротики, как и пилумы, используемые римлянами, имели невероятную поражающую способность, но в основном применялись для метания в щиты. Воинам приходилось опускать свои щиты или вообще бросать их, потому что в них торчали два массивных копья, и держать щиты в таком положении было невозможно. Да, это было очень мощное оружие, особенно пилумы. Римляне метали их перед атакой, чтобы заставить своих врагов бросить щиты. В одном из выступлений на TED.com я услышал очень любопытный факт о пращах и стрелах. Размышляя об истории Давида и Голиафа, люди всегда представляют, что преимущество было именно у последнего. На самом деле, это история противостояния устаревшей и более современной технологии, потому что в то время праща была, так сказать, высокотехнологичным оружием. Серьёзно? И преимущество было на стороне Давида, потому что удар, умело нанесённый пращой, приблизительно равен выстрелу Магнума 44-го калибра по эффекту. Ты шутишь? Да, на самом деле праща является чрезвычайно мощным оружием, но и очень сложным в использовании. Именно поэтому люди перешли с пращей на луки, потому что если вы хотите собрать большую армию, вам нужно много людей. А много людей, уверенно владеющих пращой, вы просто не найдёте. Зато если дать людям лук, воспользоваться им смогут многие. То же самое, что и при переходе к поруху. Так что у каждого оружия есть своё место. На мой взгляд, праща — недооценённый элемент в истории дальнего боя. Многие считают, что праща была довольно посредственным оружием, но на самом деле при умелом использовании можно прицельно запустить снаряд камень, пулю на расстоянии в два раза больше, чем стрелу из лука. Удивительно. В любой обычной среднестатистической компьютерной игре праща представляется как худшее, наименее точное оружие. Очевидно, это неверная информация. Да, мы хотели больше исторической достоверности. Конечно же, мы не хотели большого перекоса в силе пращи, поэтому они стреляют медленнее и всё такое. Но мы хотели показать её реальное использование и эффективность, потому что она очень мощная. Есть ли различия между разными типами конницы? Как её использовали? Как её правильно применять в бою? Греческая конница была в основном вооружена копьями. Садники появлялись на поле боя с копьём наперевес и представляли собой ударные войска. В основном конница использовалась для запугивания противника и уничтожения отрядов, бегущих с поля боя. Поэтому бросать конницу на копья — не лучшее решение. Конница обходила противника с флангов, вынуждая его повернуться и открыться с другой стороны или в ходе схватки атаковала со спины и обращала врагов в бегство, либо атаковала ретирующиеся отряды стрелков. Вот как нужно использовать конницу в нашей игре. Вообще, это не тот отряд, который нужно надолго оставлять в бою. Римляне могут продержаться немного дольше, потому что они вооружены мечами, а греческая конница больше подходит для внезапной атаки и отступления. Римская тоже, но в меньшей степени. Варвары также использовали ее для разведки, поэтому многие стычки перед битвой происходили из-за конницы, когда разведчики и застрельщики сталкивались с другими разведчиками и застрельщиками и начинали собственное сражение. Так часто случалось с галами. Коннице Версенгета рега атаковала таким образом с завидной регулярностью. Как правило, сначала в бой вступала конница, а уже потом появлялась пехота. И, очевидно, вся конница стремительно преодолевает расстояние. Но варвары могут разведать обстановку и решить, кого атаковать, потому как они быстрее, они приспособлены к разведке. Теперь, когда мы поняли, как использовать конницу, остался вопрос по поводу слишком мощной греческой конницы на пятых и шестых уровнях. Мы поняли, что у них действительно был большой урон от натиска по сравнению с остальными. Это было нормально, ведь это ударная конница. Но мы собрали данные, собрали отзывы игроков. Многие считали, что, возможно, урон был слишком большим. Поэтому в обновлении 2.1 мы снизили этот параметр. Посмотрим, как это скажется на игре. Проанализируем новые данные, посмотрим, нужно ли будет его ещё уменьшить. Может, найдём какое-то другое решение. Но да, мы изменили его. Этот вопрос нам задавали не раз. Надеюсь, на этом всё разрешится. Говоря об излишней мощи, как насчёт групп из четырёх игроков? Раньше игроков было три, теперь четыре. Не слишком ли это много? Раньше у нас в группах было меньше людей. В ответ на просьбы игроков мы увеличили это число до четырёх. Многие игроки считают, что их вообще должно быть пять. Посмотрим, возможно, мы вернёмся к трём. Мы держим этот вопрос на контроле. Вы можете сказать, что группы могут быть слишком сильными. Да, могут. Но любой, кому удаётся объединиться с союзниками и действовать сообща, может таким стать. Только вчера я сыграл битву, где у меня было три отряда римской пехоты ближнего боя. У одного из игроков было три отряда греческих лучников. Я не отходил от него ни на шаг, и он смог спокойно расстрелять всех вокруг, потому что я его защищал, и никто не пытался его атаковать. Я не знаю, кем был тот игрок, это был просто случайный союзник, но вместе мы решили исход битвы. На этом мы завершаем наш выпуск об оружии. Спасибо за внимание, и увидимся на полях сражений. Субтитры создавал DimaTorzok